Фанатская теория от не фаната, а моё имя Арий Радослав, и я самый разумный человек на Земле. Я смотрю разнообразные ужасные не только фильмы и сериалы, и делюсь с вами своим мнением и философским анализом, показанного в них. В данном видео я изложу, так сказать, фанатскую теорию относительно того, кто будет главным антагонистом Питера Паркера. Может быть, и не в первом фильме про Питера Паркера, но, возможно, в следующих фильмах. Итак, для начала краткая предыстория. Товарищ Танос находит обиженного на мир Локи, который после неудачной попытки захватить Асгард бежал. Танос даёт Локи скипетр, в который вмонтирован Камень Разума. Вместе с этим Танос готов дать Локи армию Читаури для захвата Земли. Вопрос, зачем захватывают Землю? Так и не был отвечен. Да, для Асгардиян это некий такой транспортный узел, им через неё удобно. Об этом вскользь было сказано, но всё равно. Если Земля имеет космическую важность, она должна была быть давно захвачена. Здесь как бы нечто не состыкуется. Могли бы ещё придумать такую штуку, что когда-то в глубокой древности воевали разные космические народы вселенной Марвел, и они дошли до такой точки в войне, когда видели, что никто не может победить, и решили заключить перемирие и создали какую-то демитализованную зону, в которую входит Земля. Но такого нет, а жаль. В общем, чем Земля так важна, не совсем понятно. Возможно, она так важна, потому что на ней есть другие камни Силы. А это, вернее, камни Бесконечности. Это в концепции Таноса, который хочет собрать Перчатку Бесконечности, тогда есть ценность в Земле. Ну и, возможно, да, использовать её как плацдарм для захвата других миров. Итак, получается, у нас есть план Таноса по захвату Земли. И у нас есть Танос, который наблюдает за действиями Локи. Создаётся впечатление, что Танос обозлился на Локи не тогда, когда Локи проиграл битву за Землю и отправился в Асгар, а Танос обозлился на Локи тогда, вернее, даже не на Локи, а на Альтрона тогда, когда Альтрон проиграл. То есть, создаётся впечатление, что создание Альтрона было изначально нужно Таносу. А не слишком ли мудрено? То есть, если Танос такой прямо идеальный шахматист, который может ходы просчитывать на 3000 вперёд, то как-то глуповато то, что Альтрона так быстро удалось победить. Здесь или сценаристы всё-таки не дособрали свои мозги перед прописанием сценария, или здесь есть далеко идущий план. Альтрона в комиксах создал Хэнк Пим. Хэнка Пима вместе с новым человеком-муравьём ввели чуть позже, чуть позже Вторых Мстителей. Таким путём создателем Альтрона в Вторых Мстителях был Тони Старк, Железный Человек. Перед этим, перед тем, как он создал Альтрона, его разум был помутнён Алой Ведьмой. Алая Ведьма получила свои сверхспособности путём воздействия на неё Камня Разума, того, который сейчас носит в своей башке Вижен. Итак, у нас получается, Камень Разума, принесённый на Землю Локи, остался на Земле. Над ним экспериментировали учёные Гидры, которые часть его сил спроецировали или поместили, или с его помощью активировали её какие-то скрытые способности, Ванды Максимов Алая Ведьма. Алая Ведьма, пользуясь силами, открытыми Камнем Разума, или данными Камнем Разума, то есть производными от Камня Разума, помутила разум Тони Старка. Тони Старк, используя искусственный интеллект, уже хранящийся в Камне Разума, создаёт другой, ну, вернее, как бы даже не создаёт, а этот искусственный интеллект, он дорабатывает и синхронизируя с земными технологиями, даёт, как бы, ему возможность существовать. Потому что зачаток искусственного интеллекта он уже обнаружил в готовом состоянии. Кто его туда заложил? Возможно, Танос. Возможно, Танос таким путём, возможно, Танос хотел иметь второй план. Возможно, он рассчитывал, что если Локи не захватит землю, то скипетр Локи попадёт в руки землянам. Возможно, Танос как-то... Ну да, предположить, что он контролировал агентов Щ.И.Т.а. и имеет выход на землю вне... Хотя почему бы нет? Почему бы нет? Если у Таноса есть в подчинении целая куча космических убийц, если, в принципе, ему служил Ронан-обвинитель, то можно предположить, что и Гидра, или, по крайней мере, какие-то агенты Гидры могли быть слугами Таноса. Ну, это, конечно, шизоидная очень теория, и я от неё отказываю. Ну, как вариант, как всё-таки Танос просчитал, что агенты Гидры, тогда Танос должен знать всё, что на земле происходит, и он должен был знать, что скипетр Локи Тор не заберёт в Асгарда, а оставит людям. Ну, предположим, Танос это как-то просчитал. И тогда план А — это то, что Локи захватывает землю, план Б — это то, что люди высвобождают искусственный разум, хранящийся в посохе Локи. Тогда ещё как-то это сходится. А не являются ли эти планы всего лишь как этапами? Не являются ли это подготовительными этапами для главного плана Таноса? И не скорректировал ли Танос свой план так, что теперь его объектом является Тони Старк? Смотрите, Тони Старк сейчас является антагонистом, как бы. Ну да, с моей точки зрения, то, как Тони Старк себя вёл в гражданской войне, противостояние Мстителей, это всё нормально, я с этим согласен. На его месте я действовал бы, возможно, точно так же. Единственное, что постарался бы это делать с большей осторожностью и больше использовать технологии, а не подставлять своё биологическое тело под возможный урон. Тем не менее, всё-таки в фильме ему приданы некоторые черты антагониста. Стив Роджерс, он как бы и тоже с другой стороны антагонист, но он именно как такой народный бунтарь, а Тони Старк как такой диктатор, как такой диктатор, которым, в принципе, а бунтари, заметьте, народные бунтари, они всегда в неком ореоле изначальной праведности в американских фильмах. И, в принципе, тот же самый Тор, это также народный бунтарь в рамках Асгарда, который нарушал приказы своего отца и так дальше. То есть, поэтому видно, что сценаристы всё-таки героем гражданской войны делают Капитана Америку. И вообще, это фильм Капитана Америки, как бы изначально был, а не Мстители 3. Но, тем не менее, Тони Старк является антагонистом. Как он стал антагонистом? Заметьте, смотрим первые фильмы о Железном Человеке. Первые фильмы о Железном Человеке, Тони Старк бунтарь. Первый фильм, он бунтарь. Даже во втором фильме он больше бунтарь. В третьем фильме с его разумом происходит явное помутнение. Нам объясняется, что это... Ну как, даже нам не объясняется, по сути дела. Есть концовка и есть короткометражка, которые пока... И вообще есть фанатская теория, что третий фильм, третий Железный Человек, это всего лишь галлюцинации, которые были в голове Тони Старка под влиянием настоящего мандарина. Что это настоящий мандарин всё это так закрутил, а тот, кто играл мандарина, так сказать, что он был таким актёром, но потом, возможно, станет носителем для разума настоящего мандарина. И таким путём, кто такой настоящий мандарин, немножко непонятно. И для чего его берегут, для чего его не показывают и когда его хотят показать. Если, в принципе, надежды на четвёртого Железного Человека почти нет, Тони Старк постепенно перестанет участвовать в киновселенной Марвел. Скорее всего, Война Бесконечности это последние фильмы киновселенной Марвел с Тони Старком. Возможно, он и будет появляться дальше как камео, как эпизодический такой герой. Возможно, о нём будут вспоминать, но он уже не будет иметь своего фильма, скорее всего, когда собираются раскрыть настоящего мандарина. И вот здесь вопрос. И здесь много на самом деле вопросов. Всё бы это сошлось так, если бы мандарин был бы одним из помощников Таноса. Возможно, мандарин — это бастилесный дух, который находится на Земле и который поддерживает какой-то контакт с Таносом. Возможно, у мандарина есть какая-то своя структура в рамках Гидры или в связке с ней, или параллельно с ней. И, в принципе, на эту структуру намёк был. Это «Десять колец». «Десять колец» мандарина, которые как бы по комиксам — это те кольца, которые он носит и которые придают ему мистическую силу. Всё бы это сошлось, если с момента третьего фильма предположить, что разум Тони Старка или, возможно, даже с конца «Первых мстителей». Можно предположить, что когда Тони Старк вылетел относить ядерную бомбу в воронку, Танос его заметил и произвёл на его разум какое-то воздействие. Дальше он дал задание своему другу или помощнику, или слуге мандарину обрабатывать Тони Старка. И дальше Тони Старк ещё сильнее получил обработку через Алую Ведьму. Краткий пересказ важная информация из «Вторых мстителей». Вижен был создан как гибрид Джарвиса и того самого искусственного интеллекта, хранящегося в камне. По сути дела, Вижен — это гибрид земных технологий в лице технологии регенерации тканей и в лице искусственного интеллекта Джарвиса с искусственным интеллектом, хранящимся в камне. В частности, именно способности камня дают возможность Вижену проходить сквозь предметы и стрелять лучами. Возможно, как андроид, как робот, имеющий в себе какой-то генератор энергии, он и мог бы стрелять лучами, но не настолько мощными он не смог бы проходить сквозь предметы, так как такой технологии в принципе нет. Я не удивляюсь, если потом в Войне Бесконечности покажут, что Тони Старк изучил и воспроизвел данную возможность. Однако пока это всего лишь дань Камня Разума. Камень Разума дает такую возможность. Итак, Альтрона в комиксах создал Хэнк Пим. Хэнк Пим не функционален киновселенной Марвел, его место занимает Тони Старк. Теперь возвращаемся к Паучку. Главным таким, как бы, старшим, полунегативным персонажем в жизни Питера Паркера является Норман Осборн. Норман Осборн и по комиксам, и по фильмам, и по мультсериалу представляется с одной стороны, да, как однозначный антагонист, с другой стороны он представляется и как старший наставник, и как друг семьи. Вам ничего это не напоминает? Заметим, что киновселенная Марвел пошла таким путём, что если какого-то персонажа, который есть в комиксах, в киновселенной Марвел ещё нет, его не вводят раньше времени, его функции отдают кому-то другому. Я предполагаю, что ситуация, которая в комиксах и в мультсериалах развязывалась у Питера Паркера с Норманом Осборном, в киновселенной Марвел будет между Питером Паркером и Тони Старком. Возможно, изначальное то влияние Алой Ведьмы, страхи Тони Старка за то, что он не спасёт людей, дальнейшее воздействие Камня Разума, который находится в прямой близости к Тони Старку, возможно, мистическое влияние Мандарина и Таноса или ещё кого-то как раз и сделает Тони Старку раздвоение личности, что с одной стороны он так и будет оставаться добрым наставником Питера Паркера, постепенно приобретающим всё больше и больше диктаторских, деспотических замашек, с другой стороны он в виде железного патриота будет притеснять других мстителей и скорее всего ему и уготована та самая роль железного патриота из комиксов. Напомню, в комиксах есть такой персонаж как железный патриот, это тот же самый Норман Осборн. Норман Осборн, который после гражданской войны мстителей захватил броню железного человека и перекрасил её в цвета капитана Америки. В киновселенной Марвел на Нормана Осборна нет даже намёков. На существование Оскорб пока нет даже ни пасхалок, ничего. Здесь в принципе Норман Осборн не более вероятно, что появится, чем к примеру Бэтмен. Единственное, что делает Нормана Осборна более вероятным это то, что он в принципе существует в комиксах Марвел. Ну и права на него как бы принадлежат Сони и теоретически они частично должны были вернуться к Марвел. Однако намёков на него нет. Он даже не заявлен как злодей на фильм о Человеке-пауке. То есть скорее всего, что его или вообще не введут, или если введут, то сделают это для нас сюрпризом. Я не исключаю такой вариант, кстати. Тем не менее, логически существующая уже последовательность исключает Нормана Осборна. И всё говорит о том, что именно Тони Старк должен стать заменителем Нормана Осборна в киновселенной Марвел и в жизни Питера Паркера. Итак, получается, щит Капитана Америки после Гражданской войны остался у Тони Старка. В третьем Железном Человеке броня воителя помощника Тони Старка была перекрашена в бело-красно-синие цвета. На это не было намёков во второй части, и об этом нет упоминаний в Мстителях. Ни в Мстителях 2, ни в Гражданской войне. Во всех фильмах, кроме третьего Железного Человека, броня помощника Тони Старка является серебристо-металлического цвета, то есть обычного... Это просто старая броня, которая не была покрашена, и, возможно, потом прошла некий апгрейд. То есть получается образ Железного Патриота из третьего Железного Человека. Если мы принимаем вариант, что все события в третьем Железном Человеке это были просто галлюцинации Тони Старка. Это всего лишь один из образов в сознании Тони Старка. Получив щит Капитана Америки, не исключено, что Тони Старк решил перекрасить свою броню, чтобы стать тем самым символом американского народа, американской идеи, которой ранее был Стив Роджерс. Таким путем Железный Человек и станет Железным Патриотом. Потому что каким путем сюда вообще может быть предел Норман Осборн, пока я не представляю. Первое, Нормана Осборна нет в киновселенной Марвел. Второе, щит остался Тони Старку. Ну и если Нормана Осборна и ввести сейчас, то он уж как-то слишком невнятно будет вписан. К примеру, Человеку Муравью сначала дали свой фильм, а потом его постепенно включили в Гражданскую войну. Он же не выскочил просто посредине Гражданской войны и не сказал привет, вот он я есть. То есть сценаристы киновселенной Марвел пытаются максимально логично, максимально внятно вписать так, чтобы логическая цепочка не прерывалась. Поэтому Норман Осбор он сейчас неуместен просто. Его если и нужно будет ввести в дальнейшие фильмы про Паука, то наверное позже. А пока его функции отдать и скорее всего скорее всего что Норман Осбор он станет и преемником Железного Человека одновременно. То есть смотрите, сейчас Тони Старк в фильмах о Пауке окончательно выйдет из киновселенной Марвел он будет участвовать в Войне Бесконечности возможно появится еще в одном или нескольких фильмах о Человеке Пауке где он будет играть роль человека с раздвоенным сознанием или же он свою вот эту раздвоенность и подверженность воздействию покажет именно в Войне Бесконечности потому что сейчас как бы все к этому и идет и скорее всего что те Мстители которые сейчас будут под командованием Тони Старка это аналог темных Мстителей из комиксов которые по комиксам были под командованием именно Нормана Осборна то есть все сейчас зацикливается на том что Тони Старку отводится комикс линия Нормана Осборна так сказать поведенческая линия сюжетная линия и значит Тони Старку должна передаться и некая гоблинистость так сказать от Нормана Осборна и к этому есть предпосылка поэтому если у него и не будет раздвоение личности из-за введенной сыворотки как хотя почему бы нет смотрите 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 у Нормана Осборна была его экспериментальная сыворотка которая должна была сделать из него суперсолдата а Тони Старк в прошлом имел дело с вирусом Экстремис Экстремис по комиксам давно используется Тони Старком то есть по сути дела есть вероятность что дальше экспериментируя с вирусом Экстремис Тони Старк как раз может себе заработать и какое-то раздвоение личности но с другой стороны ему даже раздвоение личности не нужно потому что у него есть страх за людей само слово Нью-Йорк выводило его из себя в третьем железном человеке дальше его страхи во вторых мстителях были подкреплены усилены и гипертрофированы алой ведьмой после всего того что по его вине случилось во вторых мстителях после того что ему пришлось драться с другом с одним другом и фактически стать свидетелем инвалидности второго друга по вине третьего можно сказать друга можно сказать создания это все как раз может и подвести Тони Старка к такой ситуации что он станет гипердеспотом который будет отстреливать всех сверхлюдей несогласных с его политикой и возможно он вот так будет действовать и таким путем подготовит землю к вторжению Таноса и возможно Тони Старк разберется со своими мозгами только к второму фильму Войны Бесконечности а может и не разберется может быть на разбирание Тони Старка в своих мозгах понадобится или помощь доктора Стрэнджа или это будет в фильмах о Пауке я не знаю как еще хронологически это будет состыковываться с Войной Бесконечности поэтому пока данная моя так сказать фанатская теория хоть я и не фанат я не фанат комиксов просто я логически оцениваю происходящее и оценивая те тенденции которые там есть можно предполагать их дальнейшее развитие вы можете просмотреть все мои предыдущие обзоры и предположения о том что будет в фильмах и сериалах Марвел и не только и в принципе я предполагал и я бы хотел в каком-то смысле чтобы так случилось чтобы к примеру сюжет из Агентов Щ.И.Т.а прямо был связан с сюжетом из Гражданской войны а так это связали только тем путем что показали в Агентах считать телевизионный репортаж о Гражданской войне Мстителей я считаю что было бы лучше если бы как раз портал был не подводной вернее что тюрьма вот эта была не подводной а это был бы портал на ту планету с которой пришел Ули я считаю что ну короче я много чего считаю и в своих таких предположениях я предполагал как идеально можно было бы развить данный сюжет к сожалению сценаристы пошли по своему вариант тем не менее некоторые направления можно сказать я предугадал по флэшу я предугадывал что будет в последней серии и в значительной части пунктов мои ожидания оправдались поэтому данная теория я считаю она заслуживает права на существование хоть не факт что она сбудется соответственно я прошу перейти на мой канал советую подписаться у меня есть видео с анализом того какая киновселенная лучше Marvel, DC или Fox есть анализы сюжета сериала Flash Стрела Легенды завтрашнего дня как лучше было бы закончить Легенды завтрашнего дня первый сезон по фильмам Marvel по сериалам Marvel короче переходите интересного много всего и следующее видео это будет о том как можно связать киновселенную Мстителей и Людей Икс субтитры субтитры субтитры